Есть продукты и блюда, которые являются отражением культуры, как архитектура и живопись. Так, например, паста. Изначально она была только в Италии, а у нас были макаронные изделия. Их использовали как быстрый гарнир котлетам или рыбе. А сейчас поесть вкусную пасту можно либо в ресторане, либо приготовить дома самим. Меня зовут Анастасия Михайлова, я ведущий дизайнер. Сегодня мы приготовим настоящую пасту. Я специально подчеркнула слово «настоящую». Потому что новую линейку итальянской пасты в Кулклевер мы привозим напрямую из города пасты Граньяна. Этот город строили для создания лучшей пасты. Представляете, мучное производство началось там еще во времена Римской империи. А в 16 веке появились первые фабрики, где делали пасту. А с 19 века дома там строят по диагонали. Так витара попадает в город и высушивает пасту. Город называется столицей пасты, а саму пасту – золотом Граньяна. Это настоящий культурный феномен. Поэтому я думаю, что настоящая паста с такой историей и, например, бутылочка хорошего оливкового масла могут стать отличным подарком для тех, кто любит готовить. Сама я готовить очень люблю, поэтому такому подарку бы я точно обрадовалась. Сегодня мы приготовим классический рецепт пасты со строчетеллой, пестой и томатами. Для начала нужно отварить пасту. Производитель рекомендует отваривать ее 8 минут. Так и поступим. А пока варится паста, расскажу вам небольшую историю. Наши коллеги на дегустации отваривали пасту с казаречи по инструкции 8 минут. Стали дегустировать и удивились. Паста внутри осталась твердоватой. И так как с партнерами у нас теплые отношения, мы решили спросить напрямую. А почему, собственно, так? Паста внутри твердая, непроваренная. И они нам ответили. Так и должно быть, у нас все так едят. Если вам нравится по-другому, просто варите чуть дольше. Я думаю, эта история очень показательна. Она про человеческие отношения даже в бизнесе. Мы сотрудничаем не просто с бездушными корпорациями, а с такими же компаниями, как и мы. Теми, кто все душу вкладывает в дело, относятся с большим трепетом и ответственность к своему делу. Продолжаем готовить. Казаречи мы уже слили и оставляем их в кастрюль. Добавляем к ним соус с пестом. И перемешиваем. Готовую пасту с песта выкладываем на тарелку. И добавляем томаты черри. Сливочную строчтелу нашего производства мы выкладываем сверху. При желании можно сбрызнуть капли масла. Вот она, настоящая паста, приготовленная с любовью. Именно такие продукты мы собираем в коллекции Куклевер. Такими, какими их сделали и придумали на родине. Пусть ваш четверг будет вкусным и добрым.